Дорогие братья и сестры, я также рад всех вас приветствовать. Как уже было сказано, у нас тема сегодня о прославлении Бога. И когда мы решали, какую тему провести, было предложено провести именно вот эту тему. И сначала нам казалось, что это очень простая тема, и может быть даже и банальная. Но потом, после размышления, мы пришли к выводу, что эта тема непростая и даже очень нужная для нас, как христиан. И моя проповедь будет о том, о правильном состоянии сердца в прославлении Бога. Давайте откроем нашу Библию к Евангелию от Иоанна, 4 главе. Здесь мы читаем очень знакомую нам историю о разговоре Христа с Самарянкой возле колодца. Они о многом говорят, потом после того, когда Христос ей сказал, что у нее было пять мужей, она говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Потом, похоже, чтобы поменять разговор, она ему говорит с 20 стиха, читаем. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Она пыталась говорить о другом, но Иисус, будучи Богом, этого знал и повернул разговор в ту сторону, куда ей надо было. И как он ответил на ее вопрос, очень интересно. И здесь мы видим, насколько все поменялось в Новом Завете после всесильной жертвы Голгофы. С 21 стиха так написано. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. Иисус ей сказал, что в Иерусалиме это правильное место, где поклоняться. Но настанет время, и уже наступило, где разницы не будет, где ты будешь поклоняться Богу. Потому что истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине, ибо таких Отец ищет сам себе. Ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. В духе это значит, что наш дух был возрожден Духом Божьим, которым мы получаем усыновление. Мы теперь дети Божьи. И в истине, Пилат, он даже задал такой вопрос, что есть истина? Иногда мы задаем такой же вопрос и спрашиваем, как в истине прославлять Бога? Но, знаете, Иисус сказал, Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И мы только истинно можем прославлять Бога, когда наш дух был обновлен Духом Божьим, когда мы получили рождение свыше от Духа Святого. И в истине это значит, что мы пребываем во Христе, мы окроплены Его кровью. Только посредством пролитой крови Иисуса Христа мы имеем доступ к престолу благодати. «Кто любит Христа, любит Отца, и если мы любим Христа, то мы соблюдаем Его заповеди. Только когда мы пребываем во Христе, живя по Его заповедям, и Он живет в нас, мы можем истинно прославлять Бога». Кевриим 11,6 апостол Павел дает нам очень важное наставление. Написано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Братья и сестры, мы получаем рождение свыше и усыновление только через веру в Иисуса Христа. Мы пребываем во Христе и соблюдаем Его заповеди только через веру в Него. Наша христианская жизнь возможна только через веру в Иисуса Христа. Иисус Христос – это фундамент для нашей христианской жизни, которая всегда должна прославлять Бога. И вера в Него – это фундамент для истинного прославления Бога. И когда мы пребываем во Христе, Он производит в нас свой плод, то есть плод Духа. Иисус сказал, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Бог прославляется тем, когда мы приносим плод и много плода. И апостол Павел нам разъясняет, какой плод. Галатам 5, 22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Друзья, очень важно заметить несколько очень важных мыслей. Во-первых, здесь написано «плод Духа», а не «плоды». Плод один, и это все идет в одном, вместе. Второе, мы часто делаем ударение на плод, что мы должны приносить плод. Но Иисус нам несколько раз говорит в 15 главе Иоанна, «Прибудьте во Мне, и плод ваш будет». «Прибудьте во Мне, вы без Меня ничего не можете, и без Меня плода не принесете». Дорогие друзья, наша задача, как христиане, – это пребывать во Христе. И пребывая во Христе, мы автоматически приносим плод. И как пребывать во Христе? Иоанна 15, 10. Иисус говорит, чтобы мы соблюдали Его заповеди. И когда мы соблюдаем Его заповеди, мы в Нем пребываем. И когда мы соблюдаем их, это значит, что мы любим Иисуса Христа и пребываем в Нем. И когда мы пребываем в Нем, мы приносим плод. И этот плод прославляет Отца. Братья и сестры, я хочу передать вот эту очень важную мысль, что без Христа мы вообще ничто. И наша задача – это верить в Иисуса Христа, и искать Его, и познавать Его. Мы должны верить, что Он есть, и ищущим Его воздаёт, потому что Он – Бог. И насчёт принесения плода, который прославляет Бога – это всего лишь результат. Это всего лишь последствия того, когда мы пребываем во Христе. Мы должны жить Христом. Мы должны жить со Христом. И Христос в нас. Мы знаем, например, если человек живёт машинами или чем-то другим, допустим, рыбалкой или охотой, он постоянно говорит об этом, он постоянно хвалится этим. И Бог хочет, чтобы мы так жили Иисусом Христом. Апостол Павел говорит нам, Кримленам 5.11, чтобы мы хвалились Христом. Когда человек живёт Христом, зная, что только благодаря Ему он жив, что каждый вдох он берёт и каждый шаг он делает – это Божья милость и поддерживающая рука. То это производит глубокое смирение и чувство благодарности в сердце человека. А это Бог высоко ценит. И к Евреям 13.15 написано так. «Итак, будем через Него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». На английском здесь написано «благодаря Его», на греческом слово, которое стоит здесь, имеет в виду и то, и другое – «благодаря» и «прославление», прославлять. И неудивительно, потому что когда Иисус исцелил десять прокажённых, первый брат об этом уже говорил, и только один пришёл поблагодарить Иисуса, Иисус спросил, написано тогда, «Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему «встань, иди, вера твоя спасла тебя». Братья и сёстры, мы здесь видим очень удивительную связь. Как этот иноплеменник воздал славу Богу? Он поблагодарил Иисуса за то, что он сделал для него. И почему он пришёл назад поблагодарить Иисуса? Потому что он в него поверил. И вот эта вера его спасла. Братья и сёстры, когда последний раз мы воздавали жертву благодарности Богу? Не просто благодарили, но жертву благодарности. Когда последний раз мы в молитве говорили ничто, кроме благодарения? Могут ли ваши дети сказать о вас, что мои родители, они по-настоящему благодарят Отца, то есть Бога? Они благодарят Его даже в скорбях, Ему доверяют в них. Потому что мы верим же, что для любящих Господа, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. 1 Фессалоникийцам 5, 18. «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Очень сильные слова. Это воля Божия о нас во Христе Иисусе, чтобы мы за всё, во всех ситуациях, благодарили Бога и возносили благодарность Ему. Знаете, недавно я слышал, что некоторые очень-очень консервативные библейские учёные посчитали, что когда мы ропшим, мы совершаем больше, чем 130 разных грехов. Некоторые примеры. «Всегда радуйтесь, во всём благодарите». Такие заповеди мы нарушаем. И ропот – это тяжёлый грех перед Богом. За этот грех Бог истребил израильский народ. Дорогие друзья, благодарение – это наше призвание, но это также наша привилегия. И иногда у нас просто его нет внутри. Но нигде не написано, что мы благодарили Бога только, когда Он есть в нас, или когда мы это хотим. Мы всегда должны Бога благодарить за всё. Апостол Павел писал Тимофею, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». И чуть дальше – великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Дорогие друзья, у нас есть за что благодарить Бога. И вы знаете, я несовершенный человек. Эта тема очень коснулась меня, потому что я очень нуждаюсь в ней. Я сам учусь, как благодарить, я сам учусь, как пребывать во Христе, как жить Христом. Но Бог хотел, чтобы мы по своей воле входили в Его славу, приносили жертву благодарности Ему, чтобы мы пребывали во Христе, уподобляясь Ему, и этим самым образом приносили плод Духа. И от этого Он прославляется. Бог требует правильного состояния сердца. В Духе и в истине. Только когда мы имеем чистое сердце, возрождённое Духом Божиим, окроплённое кровью Иисуса Христа, мы можем с благодарностью воспевать в сердцах наших Господу. И мы можем петь о Его великих делах, о Его могуществе и о Его любви. Без этого напрасно мы приходим в церковь. Напрасно мы поём и играем. Напрасно мы живём. Дорогие друзья, пусть Бог благословит нас, пребывать во Христе и приносить вот этот истинный плод, который прославляет Его. Аминь. Аминь. Аминь.